Всем привет! С вами Лара Шум. Я устала, я устала уже. Вот, сейчас вам покажу, я сейчас иду. Сейчас всё объясню, сейчас всё поймёте просто-напросто. А дело в том, что я ищу путь прямой на велосипеде от моего дома. Я живу в районе Биберева до базы отдыха Троицкая. Там есть прямая дорога, честно скажу. Но дело в том, что там какие-то постройки бомжатские, а бомжи развели каких-то собачек. Они такие злые и гавкают, а я боюсь собак. Вот, а скоро весна, скоро весна, ну уже весна. И я хочу найти дорогу, где я спокойно могу ехать на велосипеде безопасно. И быстро. Поэтому я практически дошла до Троицкая. Здесь вот немножко внимания, потому что в Москве на юге есть Троицк, а на севере есть Троицкая. Там классная база отдыха. Там просто водохранилище большое, клёвое, прекрасное. Вот, я хочу туда. Но там увидела дорогу новую, прорубили. Я думаю, дай я по ней пойду. Тем более, вижу, люди идут. А ещё лыжник туда поехал. Но я думаю, мне прямо туда. И я туда иду. Мой лыжник исчез уже, пока я тут иду. Вот мой лыжник, за которым я шла. И теперь опять за ним иду. Ну разве это не прикольно? Разве это не интересно гулять по лесу с лыжником? Ну если по этой дороге идти, то я думаю, что мы злых собак уже прошли. Ну ладно, удачи вам выбраться. Благодарю. А вы туда сейчас? Я туда. Туда? А тут же дерево лежит. О, лыжник вернулся, кажется. Он что, решил обратно поехать? А, всё-таки решил, решил всё-таки со мной поехать обратно, да? Да, тут какие-то двое лыжников. Нет, по-моему, это уже не мой лыжник. Не мой лыжник. Я иду уже пять часов, не просто так. И я пока не знаю, ещё сколько мне идти. Вот. Но я иду. Ужас. Куда я вообще пошла? Куда я вообще пошла? Я сейчас уже ничего не понимаю. В этом зоопарке. Так, ну что, пробуем. Тут вроде какая-то странная тропинка есть или обратно в лес возвращаться. Там вроде дорогу видно. Я заблудилась. Я заблудилась. Пишу сейчас своему товарищу. Заблудилась. Он мне пишет. Нормально. Я ему. Что за поддержка? А он мне навигатор включает. Я говорю, где я тебе включу навигатор? Вы что, что ли? Ни Яндекс, ни Гугл не понимают, что я иду лесными тропами. И вот. И тут вроде дорогу нашла. Тут вроде квадроциклы ездят. Значит, вроде как иду нормально. Но видите? Во, дорога. Во лес. Уже какой-то другой лес. Нормально. Он уже знает, что все нормально. Что я выберусь, несмотря ни на что. Моё – это лес. Моё – это природа. Моё – это путешествие. Моё – это квесты сумасшедшие. А это моё. Кто-то скажет. Просто, да, сумасшедший человек. Можно сесть на машину и ехать. Я хожу пешком для того, чтобы как раз дожить до 100 лет. Вот цель у меня такая. Опять кто-то скажет. Зачем? Что там делать? Там же 100 лет. Ну, ты там в памперсе ходишь, ничего не соображаешь. Вот по опыту, по своему жизненному, да, я могу сказать, что в любом возрасте, в любом, есть какие-то свои интересные фишки. Если мы живём один раз, то я хочу узнать, а какие интересные фишки есть в 100 лет. Может быть, это будут внуки. Может быть, это будут правнуки. Я не знаю. Может, там машину времени изобретут к этому времени. Я хочу это знать, мне это интересно. Поэтому я очень много хожу пешком. Время 14.42. Я вроде куда-то вышла. И куда я сама, не могу понять. Вот куда-то сюда вышла. 40 минут по лесу блуждала, но вышла. Сама себя засунула в эту жопу. Теперь надо саму себя вытаскивать из этой жопы. Я приехала. Я приехала. Осталось дойти до дома и сделать ролик. Вот и всё. Ну что, ребята, поздравьте меня. Сейчас 16.00. И у меня всё получилось. У меня всё получилось. 6,5 часов. И я в нюхте. Кстати, 5 часов ходьбы. Да? Я так чувствую сейчас себя клёвом. Просто классно. Я нашла короткую дорогу до базы Удыха Троицкая на велосипеде. Вот. На это, правда, у меня ушло 6 часов. В 9.30 я вышла. Сейчас 16.00. И вот я в подъезде катаюсь. Сейчас еду вниз, потом поеду вверх, чтобы записать это видео. Никого. Один раз я заблудилась. Один раз не послушала навигатора. Интуитивно пошла туда, куда мне надо. И у меня всё получилось, ребят. Я вышла именно туда, куда надо. В Ешках я, правда, поехала до метро Алтуфьева на автобусе. Но это дайте будет не считаться. Потому что от метро Алтуфьева я всё-таки дошла до дома. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, расскажи об этом видео своим друзьям. И если хочешь со мной прогуляться, пиши в комментариях под этим видео и пойдём пешком куда-нибудь. Хорошего всем дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok